Приветствую вас! И, вы знаете, ваш вопрос, он похож на крик души. Он похож на крик души по своему содержанию, по крайней мере. И, в общем-то, он мало что проясняет. Он мало что проясняет. И, в общем-то, на ваш вопрос, который вы задаете, на ваш запрос, как выйти из этого состояния, да, можно будет дать ответ ровно настолько, насколько вы описали. Потому что можно очень много гадать по поводу того, что у вас именно, почему у вас именно это, а не другое. Но будет лучше, если, конечно, вы подробно расскажете. Может быть, в личной беседе с тем, кто вам придется по душе. Может быть, с помощью заполнения вы напишите, что с вами произошло. Но пока все-таки мы имеем в виду ваш текст, поэтому давайте будем с ним разбираться. Итак, состояние хуже некуда. Какое? Физическое или духовное? Моральное? Психологическое? Если физическое, то вам скорее к врачу. Если психологическое, то да, вам, к нам, к психологам. Но тогда нужно несколько лучше понимать, что с вами происходит. То есть, что за состояние. Когда началось, с чего началось, в результате чего началось, как оно проявляется, на чем базируется и так далее. Сложно описать. Когда человек не может описать свое состояние, это говорит о низкой степени рефлексии, о низком уровне эмоционального интеллекта. То есть, я не осознаю то, что со мной происходит. Я не понимаю. Я не отдаю отчет себе. Я не сознаю, что со мной происходит. Мало того. Да? Это мне плохо. Я еще не отдаю себе отчет, что именно со мной. Потому что мне сложно описать. И если я не отдаю себе отчет в том, что со мной не сознаю. То я не могу ничего поменять. Ничего изменить. Ничего исправить. Потому что, опять же, я не сознаю. Чтобы что-то исправить. То есть, осознать. Ну, не понять. Созновать. Вот такая цепочка. Я полагаю, что начать можно здесь с того, чтобы все-таки определить причину. Ноги. Откуда растут ноги. Как будто бес селился. Ну, обычно так говорят, что вот селился бес. То есть, кто-то другой селился. Да? Обычно так говорят, когда у человека невротический приступ. Приступ невроза. То есть, человек чувствует, что как будто бы действует не он, а кто-то другой. Это невроз. Это проявление невроза. Невроза. Это вытесненные вами потребности. Вытесняемые вами, правильно сказать, потребности. И вытесняются они, как правило, до определенного какого-то момента. То есть, вот, вы себе не позволяли что-то, не позволяли, не позволяли, не позволяли, не позволяли. Загоняли это куда-то там. Куда-то там. Внутрь, вглубь себя. На уровень подсолнания вы это загоняли. Благополучно. Ну, или не очень, да. Это не так важно. Вот. И в итоге сейчас, в итоге сейчас это вот дает о себе знать в виде того, как вы говорите, у вас селился бес. Но, то, что вы говорите об этом так, что в меня селился бес, это опять же говорит о степени, о высокой степени вашей несознаваемости того, что происходит. То есть, я бы вначале, знаете, ставил бы вопрос не о том, как выходить из ситуации. Потому что, чтобы выйти из ситуации, чтобы выйти из того состояния, в котором вы сейчас догадаетесь, нужно сначала, чтобы выйти из этого состояния, нужно сначала, чтобы вы поняли, что с вами происходит. А вы пока этого не понимаете. И, соответственно, даже по причине того, что вы этого пока не понимаете, цель, которую вы себе ставите, вот сами, да, она слишком отдаленная, эта цель. И она для вас, ну, скорее всего, на данный момент она для вас невыполнима. То есть, если вы будете себе ставить цели, такие вот, которые, ну, которые, скажем, не будут соответствовать вашим возможностям, да, то вы еще сильнее, еще сильнее будете гонять себя в невроз. Вот. И в итоге, в итоге, в итоге ничего хорошего из этого не получится, там, для вас. Далее, я наблюдаю за этим и не могу остановить. Ну, здесь есть проявление, на мой взгляд, деперсонализации. То есть, когда человек теряет, в некотором смысле, себя, или, лучше сказать, может быть, часть себя, теряет, теряет то, что является составляющей, составляющей его личности. Вот. И, опять же, что-то мне рассказывает, что у вас эта поведенческая модель, она связана именно с тем, именно с тем она связана, что вы себя подавляли. Конечно, я не могу, безусловно, утверждать этого наверняка. Вот. Но, что-то мне подсказывает, что ситуация складывалась именно так. Так, вот. Дальше. Наслёт. Я сейчас, это я противоположность. Чужой мне человек. Ну, то есть, потеря себя. Дикий жест, то есть, заедание. Заедание здесь, это следствие внутреннего противоречия. То есть, женщина, как правило, заедает всегда чувство либо незащищенности, либо ненадежности, неопределенности какой-то. Это именно женщина. Именно женщина. Что касается человека вообще, то же человек может заедать различные неприятные для него ситуации, различные неприятные для него обстоятельства, различные неприятные для человека, как, значит, симптомы, проявления которых человеку очень сильно не нравится. Вот. И так далее. И так далее. То есть, живот здесь стоит воспринимать, скорее, как проявление такого вот компенсаторного механизма. То есть, если мне где-то в чём-то плохо, то я стараюсь где-то в чём-то себе, значит, ну, как-то вот возместить, да, где-то в чём-то, я стараюсь дать себе, ну, что-то хорошее, да, то есть, если мне в чём-то плохо, то я стараюсь себя порадовать чем-то. Ну, реакция, в принципе, более чем нормальная. То есть, ваш шёрф, так же, как и вино, употребление вина и так далее. Это всё следствие того, что вы заедаете и запиваете своё состояние, которое вы не принимаете. То есть, принять вы его не можете, сознавать вы его тоже не можете, потому что, ну, вы не можете именно сам это делать, сам сознавать. Вот. Ну и, соответственно, выйти из этого состояния вы не можете так, именно по этой причине, да, по той причине, что вы не понимаете, что с вами происходит. И поэтому вы недоумеваете, как так, ведь вы же другой человек на самом деле. Вы же совершенно другой человек. Как же так вот, что вы это всё делаете? Ведь это не можете быть вы. На самом деле, можете быть вы легко, вот, если долго не давать быть собой и долго подавлять свои желания, или долго, значит, находиться в состоянии напряжения, то человек, обычно находящийся, долго находящийся в состоянии напряжения, и потом просто организм, организм человека сам сыграет с ним злую шутку и просто-напросто моткнёт бесконтрольно удовлетворять свои потребности, которые у него были всегда, которые у вас были всегда, но на которые вы не обращали внимания, к сожалению, раньше. И вот, соответственно, весь вопрос заключается в том, почему вы раньше не обращали на это внимание, на свои потребности, почему раньше вы себя принижали, с чем это связано, то, что вы себя принижали, ну и так далее. Это очень важные аспекты, которые вам нужно обязательно, в обязательном совершенно порядке проработать. Дальше, значит, диквизёрка, следственный набор веса, желание работать и заниматься спортом. Ну, вы знаете, чтобы работать и, как следствие, заниматься спортом, ну, потому что сперва вы хотите же работать, сперва вы хотите что-то делать, да, и потом только вы, значит, ну, потом вы только начинаете как-то, как-то притворять в жизни то, что вы хотите. Так вот, чтобы хотеть работать и чтобы заниматься спортом, нужно четко понимать, для чего это вам нужно вообще. Вы можете сказать, ну, как-то, для чего, как-то, для чего мне это нужно, да, вот, для того, чтобы сбросить вес. Да, хорошо, может быть так, может быть для того, чтобы сбросить вес, но зачем, зачем вам сбрасывать вес? Для чего вам это делать? Для чего вы это делаете? Вот в чем вопрос, который является, на мой взгляд, самым важным здесь. Зачем вам сбрасывать свой вес? Цель у этого какая? Без цели не будет какой-либо деятельности, направленной на достижение данной цели. Теперь, сперва, сперва нужно четко понимать, зачем, сперва нужно четко понимать, для чего, для чего вам это нужно, и потом уже вы будете делать что-то. А так, только, только потому, что, только потому, что вы решили, что нужно сбрасывать вес, так это работать не будет, к сожалению, для вас, по крайней мере. Далее, значит, лезть ко всему. Ну, а это отсутствие мотивации. Чаще надо пить вино, пишу честно, а чего еще больнее? Ну, вот смотрите, вы пишете о себе, вы рассказываете нам о себе, вы начинаете сознавать, и, сознавая, вы испытываете боль. Почему? Потому что не принимаете сами себя. Боль – это непринятие себя, непринятие своих проблем. Непринятие себя хорошо бы объяснило то, почему у вас все вот это вот произошло. Невроз и так далее. Если вы не принимали себя, то и не позволяли себе, соответственно, быть той, кем вы являетесь. И из-за этого вы себя подавляли. И больно вам именно из-за того, что вы себя не принимали. А не принимаете вы себя потому, что вас, скорее всего, не принимают другие. Не полностью принимает ваша семья, если у вас есть муж или молодой человек. Не полностью принимали ваши родители. Не полностью принимают ваши друзья. Из-за этого вы себя не научились принимать полностью. Считаю, что у вас больше недостатков, чем положительных качеств. И из-за этого пытаюсь быть кем-то, кем вы не являетесь. Может это быть состояние после длительного стресса? Да, состояние после длительного стресса может быть, но в момент какой? Это может быть либо реакцией на длительный стресс, если он у вас продолжается до сих пор. Либо это действительно такое состояние после стресса. То есть стресс закончился и вы расслабились. Да, нужно себе дать какое-то время отдохнуть, какое-то время прогрессировать. Нормально восстановить силы, после это пройдет. Как выйти из него очень хочу. Для этого нужны новые цели. Понимаете, стресс, если он длительный, если он серьезный, он, как правило, вызывает когнитивный диссонанс. То есть когда человек понимает, что его знания о мире не соответствуют реальному положению вещей. И его привычные цели, привычные мотивы, привычные ориентиры, такие вот фонарики, маячки в жизни. Они разрушаются. И происходит потеря личностного смысла. Но не новые цели. Новые цели, новые смыслы с поправкой на изменившуюся в результате стресса жизненную ситуацию и лично вашу картину мира. Проблема не в том, что у меня ожог. Это следствие. А в том, что мой образ жизни в данный период времени не соответствует моему жизненному формату. Точка. Пить вино, лежать, жрать. Практически. Так. То есть. То есть. Правильно ли я вас понимаю, Виктория, что в данный период времени то, что вы делаете, то есть лежите, пьете вино, дикий жор у вас. Это не то, что соответствует вам. Тут некому другому, другому жизненному формату, другой Виктории. Другая Виктория не ест много, не пьет вино и не лежит. А теперь Виктория лежит, пьет вино и много кушает. Так проблема в том, что вы себе это все запрещали. Вы запрещали себе получать удовольствие. А вам это нужно. Вот организм берет свое. Ну, конечно, есть и более глубинные проблемы. Например, вас же что-то заставило так делать. Значит, тот ваш жизненный формат, которому вы следовали раньше, не приносил вам достаточного количества удовольствия. И копилось неудовлетворенность, копилось чувство недосяженных и еще какие-то чувства негативные, которые вы теперь пытаетесь заесть. Заглушить эндорфинами, которые выделяются в кровь через употребление пищи, вина и так далее. Ленин. Вот. Конечно, безусловно, что ему вину и стресс. Но стресс-то из-за чего-то произошел. Ну, стресс-то ведь он, благодаря чему-то стал возможен, нужно понять, благодаря чему стресс стал возможен. И тогда вы будете его потихонечку снимать. Это работа, последовательная работа. Первое. Первое. Сознавание, потом осознавание. Второе. Представление, истинные понятия, потом коррекция поведения. Плюс работа с сопутствующими факторами, такими как, например, самооценка, предпринятие в себя, любовь к себе, наличие страхов каких-либо и так далее. Понимаете? Понимаете? На самом деле, довольно мало информации о вас. Знаете, вы говорите, у меня нет сил встать. Значит, вы не сдаетесь в регрессии. Либо вы не сдаетесь в регрессии, либо у вас нет мотивов. Либо, либо что-то ваши силы отнимают. То есть, силы, они же есть. Энергия, она же есть. Если только ее постоянно что-то не отбирает у вас. Вот это праздник подумать. Что ее отбирает? Почему у вас нет сил? Может быть, дело в цели, в мотивации, в том, что вы ранее жили не по своим целям, не по своим силам, не по своим стремлениям, не по своим ценностям. А может быть дело в том, что вы не понимаете, зачем вам это. Вы в результате стресса переросли какие-то моменты в своей жизни. Поняли, что теперь ситуация немножко по-другому выглядит. И все теперь у вас другие ориентиры, но вы не адаптируетесь. Потому что вы не привыкли доверять себе. А все это состояние. Плюс ко всему, то, что у вас нет сил встать, может свидетельствовать об апатии. Апатия. Апатия – это состояние, при котором на человека оказывают одновременное воздействие Несколько полярных сил для бедны. То есть это могут быть различные мотивы. Это могут быть различные прямо противоположные цели. Это может быть давление со стороны разных слоев вашего окружения. Это могут быть чувство вины, совесть и так далее. И все это оказывает на вас давление. И ваша психика, она защищается от этого путем апатии. Апатия – это защитный механизм, чтобы не сойти с ума. Но длительная апатия может привести к депрессии. Кстати, то, что вы много кушаете, лежите и не встаете – это тоже признак депрессивного состояния. Пока еще депрессив. Депрессивного состояния, не депрессии, но не затягивать нужно. И нельзя затягивать. Потому что, если вы будете это делать, то это может перенастись в депрессию. Далее, вы говорите, как выйти из этого состояния – очень хочу. Для чего? Хочу, чтобы что. Вы говорите – нет сил встать и пойти вперед. Пойти вперед зачем? Для чего? Для чего именно вам идти вперед? Особенно, если вы можете позволить себе лежать, пить вино и кушать. Я вот, например, такого себе позволить не могу. Я не могу себе позволить. Я бы хотел, но не могу. Ну, правда, вино пить-то не стал, но не могу позволить себе этого. А вы можете. У вас есть такая гармония? Так вот вопрос. Зачем? Зачем что-то делать, если можно жить так? Ведь человеческая природа, она какова? Человек стремится к комфорту, к сытости, к стабильности. Вот у вас есть комфорт, вы лежите. У вас есть сытость. Да? У вас все есть. Так зачем что-то делать? Подумайте об этом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь, если понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Субтитры добавил DimaTorzok